всем привет ребята рад приветствовать вас на моем канале если вы впервые то подписывайтесь прямо сейчас ведь тут у нас выходит оказывается не только вязание но еще и шитье когда в прошлом влоге я вам показывала свою ткань после этого я выставил ее также в stories и сказал чтобы тушить с нее юбку мне начали писать а будет мастер-класс на юбку я просто думала что в основном вы мне вяжете потому что чтобы шить нужно шейные машины какие-то немного другие умения и подумала что этим занимаются немногие но я сделала опрос делать ли мне мастер-класс на юбку как шить пижаму очень много с вас проголосовало да мы хотим мастер-класс по шитью также поэтому я сняла для вас мастер-класс как шить юбку миди она может быть любой длины вы уже сами будете это регулировать может быть длиннее чем у меня то есть там макси хотя мне мне кажется не очень миди получилось учитывая мой рост хочу сразу сказать что я не профессиональная там какая-то швея я думаю вы понимаете что я больше вяжу в этом деле я менее так сказать опытная но все-таки что-то я умею где-то что-то я училась по каким-то видео больше самоучка я постараюсь объяснить вам все максимально просто на таком чайничьем языке с элементами выкройка вытачка и вот эти вот прочие слова начинающие швейные также конечно же покажу как делать выкройку наделать максимально максимально просто поэтому да и кстати да я покрасила волосы видео об этом будет следующее как я крашу волосы но подписчики моего инстаграма узнают от самым первым поэтому подписывайтесь на мой инстаграм и также мой магазинчик связанными вещами вещи шитые там не будут пока что продаваться я еще не настолько швея поэтому давайте приступать итак для начала мы с вами должны сделать выкройку я ее буду делать не в масштабе но будут делать маленький вариант просто чтобы вам показать объяснить что в сантиметрах и так дальше вот поэтому я сгибаю свой лист а4 пополам вы должны использовать какую-то большую бумагу можете склеить листики дальше от края мы проводим одну перпендикулярную линию краю теперь на расстоянии 18 сантиметров ну допустим вот так отмечу тут у нас 18 сантиметров это высота сиденья она в принципе практически всех одинаково 18 20 сантиметров расстояние допустим от талии до стула допустим если вы сидите в талии до стула вот постом она у всех 18 сантиметров и проводим параллельную линию вот тут мы сейчас отмечаем расстояние у меня это 19 половиной сантиметров допустим вот так отмечу вот что это за расстояние 1 4 обхвата талии плюс 3 сантиметра дальше у нас расстояние уже 26 сантиметров допустим вот так вот это 1 4 обхвата бедер плюс 2 сантиметра дальше я проведу еще одну параллель и это у нас нижний край юбки всего длина юбки отсюдого до отсюдого 70 сантиметров вы решаете какую вы длину хотите возможно вы хотите мини юбку это там 45 сантиметров либо вообще макси возможно там около 90 вот у меня же эта длина 70 сантиметров сколько мы тут отмечаем тут делаю меточку и отмечаю 1 4 обхвата бедер плюс 10 сантиметров теперь я соединяю вот эти две линии и вот эти конечно когда вы это все сделаете правильно в сантиметрах у вас получится более-менее вот такой вот ровненький край вот тут вам нужно подкруглить подрисовать вот так вот понятно у меня это все схематично потом я покажу как это получится дальше что я делаю вот тут ставлю полтора сантиметра провожу параллель делаю вот так вот вырезать мы будем вот так вот так вот по вот этой вот второй линии тут я также сама отмечаю полтора сантиметра и делаю уже вот так вот если чтобы вырезать мы будем вот так вот так вот и вот так то есть лишние у нас вот эти вот линии и вот эти вот ну и вот эти вот теперь что я делаю расстояние 9 половины сантиметров вот тут вот у нас 9 половинах сантиметров я провожу линию параллельную краю и от этой линии я провожу еще две линии на расстоянии 1 сантиметр от этой линии то есть тут сантиметр и сейчас делаю еще одну я правда не вижу вот тут сантиметр и тут сантиметр немножко криво но вы понимаете что должно быть ровно и теперь что с этим делать сейчас я вырежу вам покажу вот так вот вырезаю юбку разгибаю для этого мы сгибали ткань пополам и это у нас получается задняя часть вы ее прикладываете ткани и вырезаете тут уже есть прибавки поэтому не нужно делать никакие дополнительные прибавки все уже есть теперь вы делаете сгиб по нижнему краю бумаги и по верхнему краю и деталь переда у вас состоит из одной такой детали тут опять же такие есть все прибавки и вторая деталь уже вот так вот выглядит вот ну без этого да вот так вот того вас будет такая деталь такая деталь и зад вот такой вот это я уже все покажу на ткани и сделаю себе выкройку уже в правильным с правильными соотношениями вот так вот выглядит разложены мои детальки я уже вырезала из своей ткани ткани использую хлопковую вот такая вот у меня зелененькая цветочка можно использовать сатин вроде бы так называется и теперь чего я начинаю вот эту назад это нас две детальки переда я складываю лицом к лицу вот тут вот где у нас разрезик будет и сшиваю сверху первые 30 сантиметров 1 30 сантиметров а дальше у нас будет разрез и так мы прошили 30 сантиметров и дальше у нас будет идти разрез сейчас там нужно подогнуть два этих края и прошить заворачиваете на пол сантиметра еще на пол сантиметра вот такой вот колбаску да вот и прошивайте ее по краю теперь накладываю перед назад и сшиваю бока то где у нас большая часть мы прошиваем полностью все весь бок а тут где меньшая часть мы прошиваем где-то до отсюда во тут вот у меня отметочка а а вот вот у меня отметочка я представила свою потайную змейку это где-то 18 сантиметров вот и мы сшиваем ровно до этого момента то есть вот эту часть а там у нас сверху будет змейка весь нижний край юбки я снова подгибаю два раза и подшиваю также подшивали вот тут вот и также сначала вы подгибаете два раза заказываете закалывайте булавкой а потом уже прошиваете что все было красивенько вот такая вот строчка у меня получилось я загибала уже по одному сантиметру даже где-то больше и с этой стороны вот так вот идет потом это все нам нужно будет разгладить и все красиво будет лежать теперь вот эти вот необработанные края я прошиваю швом вот тут у меня это 14 номер вот этот вот шов и для него идет специальная лапка вот такая вот идет лапка и это альтернатива оверлоку вот итак сейчас нам нужно будет сделать 4 вытачки я для себя поставила метки где их делать 1 вытачка делается тут где у нас шов был 2 вытачка вот тут вот как отмерить это расстояние смотрите вы можете согнуть вот эту вот юбку пополам и где вот это вот будет соприкасаться там отметить то и смотрите вот это у нас середина вот это расстояние вот это и вот это расстояние равно то есть я думаю вы поняли да вот тут вот одна четвертая наши юбки и такие же меточки я поставила сзади просто перерисовала их перенесла карандашиком и так ширина нашей вытачки будет один сантиметр а длина 13 сантиметров на отмеченных местах один сантиметр от края я рисую линию длиной 13 сантиметров вот и прошиваю вот так вот вплотную на остальных трех вытачках у нас уже нету шва как вы тут вот поэтому я просто сгибаю ткань пополам вот у меня меточка посередине тут находится и прорисовываю линию 13 сантиметров прошиваю и то же самое делаю сзади эти все вытачки вам нужно загладить во внутрь и когда мы сейчас будем пришивать пояс они должны находиться вот таком положении вот так вот и вытачки с другой стороны также сама то есть вот так вот эту большую вытачку и вот это вот для пояса я вырезаю полоску шириной 8 сантиметров и длиной обхват вашей талии плюс 2 сантиметра теперь я прикрепляю эту полоску лицом к лицу к юбке и пришиваю по краю она должна быть ровно по размеру как пояс тут поэтому если у вас что-то чуть больше чуть меньше то вы можете изначально померить ширину вашего пояса который у вас в итоге получился ну то есть сверху вашу юбку и такой же длины сделать полоску и так я пришила пояс и теперь мне нужно его сшить каким образом я сгибаю краешек где-то на пол сантиметра и накладываю таким образом чтобы чуть-чуть перекрывать вот этот прошлый шов ну вот этот шов да вот вот таким вот образом у нас получается закрепляю все булавочками потом буду прошивать вот тут вот по краю так чтобы с другой стороны шов был тоже под низом проходил вот тут вот то есть не по поясу а внизу и так я все закрепила и где я теперь буду шить я буду шить вот тут вот под поясом так сказать и тут строчка будет выходить как раз вот тут цепляясь вот буду жить и вот по лицевой стороне очень аккуратненько красивенько и последнее что нам остается это на наш промежуточек пришить змейку у меня потайная змейка белая и пришивается она прям вот к поясу вот так вот если не знаете как пришить змейку лучше посмотрите какие-то видео на ютубе чтобы я сейчас это все не объясняла просто как пришить потайную змейку вот пришивается и юбка будет готова потом вам нужно прогладить все швы и разгладить все чтоб красивенько было пояс и можно носить ну на этом все ребят если борелась это видео то подождите меня пальчиком вверх и не забывайте подписываться на мой канал также оставляйте свои комментарии буду вам безумно благодарна так это помогает продвигаться моим видео то что статистика сейчас не очень радует да но что есть все равно я продолжаю для вас снимать потому что потому что я занимаюсь уже очень долго этим делом и она мне просто нравится и я благодарна тем кто меня смотрит оставляет комментарии поддерживает также смотрите мои влоги они тоже крутые интересные ну и конечно же мастер-классы по вязанию если хотите видео как шить пижаму дайте знать в комментариях но я наверное еще буду делать опрос в инстаграме так что да на этом все безумно рада что вы меня посмотрели всех люблю и всем пока-пока удачи 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 удачи